В эти дни и православные, и мусульмане постятся одновременно. 1 апреля начался священный для мусульман месяц Рамадан, а вместе с ним и строгий пост, когда есть и пить можно только в темное время суток, после заката и до восхода солнца. Все остальное время ни пить, ни есть нельзя вообще ничего. В политической жизни также наступают суровые времена с жесткими ограничениями. Об этом мы поговорим в эфире Соль Событий. Поехали! На неделе не стало одного из самых ярких политиков страны Владимира Вольфовича Жириновского. Он был одним из тех, кто стоял у истоков нынешней политической и парламентской архитектуры. Но это не единственная его заслуга. Блестящий артист и оратор, автор множества интересных идей и предсказаний, в 90-е годы он решил важнейшую политтехнологическую задачу. Не дал укрепиться в России неофашизму и национализму. Он собил мобилизовать под знамены ЛДПР их потенциальный электорат. Но про умение Владимира Вольфовича предсказывать с удивительной точностью все события уже много рассказано. И, уверен, будет говориться еще. Собственно, у партии три варианта будущего. Первый. Новый лидер. Ребрендинг. Но сохранение партийной структуры. Смена электоральной базы. Падение числа собираемых голосов. Но возможное возвращение в новом образе через один-два электоральных цикла. Другой вариант. Слияние поглощения с другим партийным проектом, переформатирование и дальнейшая жизнь, но уже в новом качестве. Третий вариант. Разброты и шатания в первичных организациях и фракциях. Спонтанное присоединение к различным структурам от региона к региону. То есть фактическое закрытие ЛДПР как единого целого. Все будет зависеть от воли и сосредоточенности тех, кто возьмет управление проектом на себя. В целом для ЛДПР действительно сложные времена. До самой смерти буду участвовать в выборах. Даже с кладбища буду участвовать. Еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу. Владимир Жириновский. С ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Цель правительства – ускоренное развитие собственного производства по всем направлениям. В агропроме, в фармацевтике, в авиации и так далее. Но особое внимание будет уделено IT-сфере. Ведь именно здесь кроется секрет успеха во всех других областях. Поэтому будет ускорена разработка отечественных продуктов взамен западного программного обеспечения. В целом будет дополнительно выделено 120 миллиардов на субсидирование промышленности и торговли – 150 миллиардов рублей. На проведение пассивной кампании – 220 миллиардов на поддержку авиастроения. А одновременно ЦБ начал снижать ключевую ставку. Сейчас с 20 до 17 процентов и в перспективе в несколько этапов – до 10. При этом курс рубля фактически вернулся к балансу прошлого года. То есть времена суровые, но позитивная перспектива есть. О будущем надо не мечтать, а готовиться к нему, трезво оценивая перспективу. Олег Рой. А в Пакистане государственный переворот. Мировое противостояние докатилось и сюда. Премьер-министр Имран Хан отправлен в отставку политическими оппонентами, хотя еще пытается добиться распуска парламента и досрочных выборов. При этом сам Имран Хан был политик, комплементарно настроенный Китаю и России, что и вызвало крайнее недовольство США. Собственно, проамериканские силы и провели импичмент. На американцах теперь лежит ответственность за то, что люди выходят на улицы. И, увы, Пакистан превращается в еще одну горячую точку мира. Теперь под вопросом окажутся проекты газопроводов, туркменского ТАПИ и российского «Пакистанский поток». В целом, еще один полюс нестабильности, что крайне опасно для страны, обладающей ядерным оружием и находящейся в непростых отношениях с соседними Индией и Афганистаном. Так что и здесь политические и экономические ограничения на подходе. Ограниченные умы замечают ограниченность только в других. Джек Лондон. Выборы во Франции не принесли сюрприза. Действующий президент Манель Макрон набрал 27,6%. Правый кандидат, евроскептик и антиглобалист от партии «Национальное объединение» Мари Лепен – 23,5%. Левый кандидат, также антиглобалист и евроскептик от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Миланшон – около 22%. Дальше меньше. В целом, противники нынешнего курса набирают большинство, но их электорат не складывается. Так что во втором туре, где 24 апреля встретятся Лепен и Макрон, скорее всего, победа останется за действующим президентом. Если, конечно, не произойдет что-то чрезвычайное. Французские наемники окажутся среди пленных в Мариуполе. Или сторонники Миланшона отдадут предпочтение Лепен, хотя он призывает к обратному. И здесь странность. Ведь оба яркие евроскептики, хотя и с разных политических флангов. Но пока наблюдаем. Если мы говорим, что у нас нет выбора, то это значит, что выбор уже сделан. Фази, Искандер. А в Петербурге состоялись новые кадровые назначения. Если до последнего времени в третьих районах, в 6 из 18, руководство осуществляли временно исполняющие обязанности главы районной администрации, то теперь их количество сократилось вдвое. Так, Александр Беглов принял решение о назначении главой администрации Выборгского района Виктора Полунина, главой администрации Калининского района Сергея Петриченко, главой администрации Колпинского района Юлии Лагвиненко. Социальный лифт в Петербурге действует без сбоев. Все вновь назначены, а отлично проявили себя в работе в этих районах и пошли на повышение. В целом, все логично. И это хорошо. Только постоянное изменяется. Изменчивое подвергается не изменению, а только смене. Иммануил Кант. Современный китайский писатель Фэнь Цицзай считает, что ограничение – это не линия внизу, а контур. И увидеть свое ограничение – значит разглядеть самого себя. Будем разглядывать внимательнее и точно найдем выход. До следующей недели. Счастливо!